Среди новых тем, появившихся в литературе 50-х годов во время хрущевской оттепели, выделяется лагерная тема. Сталинское правление осталось в истории как время репрессий и жестоких ограничений свободы личности, но об этом стало возможно говорить только после смерти вождя народов. Послевоенное время исследователи считают апогеем сталинизма, когда количество политзаключенных резко возрастает. Филолог Михаил Голубков пишет, Солженицын – пророк в своем отечестве. Можно без преувеличения сказать, что это центральная фигура современной русской литературы. Читать Солженицына – большой труд. Его осмысление и понимание – одна из самых актуальных задач, стоящих и перед каждым думающим человеком, которому небезразлична национальная судьба, и перед обществом, ищущим национальные идеи. В своей Нобелевской лекции Александр Исаевич Солженицын размышляет о двух типах писателей XX века. Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений, как и вообще человек, объявивший себя центром бытия. Другой знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя еще строже его ответственность за все написанное, нарисованное, за воспринимающие души. Себя, как художника, он относит, безусловно, ко второму типу, что и определяет целиком его творческую позицию. Одним из первых произведений в творческой биографии Солженицына становится повесть «Один день Ивана Денисовича», напечатанная в журнале «Новый мир». Автор дебютирует в солидном возрасте. В 1962 году ему было 44 года и сразу заявляет о себе как зрелый самостоятельный мастер. «Ничего подобного давно не читал, хороший, чистый, большой талант, ни капли фальши». Это самое первое впечатление Александра Твардовского, который прочитал произведение в рукописи. «Повесть «Один день Ивана Денисовича» привлекает внимание читателей не только новизной материала, но и своим художественным совершенством. «Вам удалось найти исключительно сильную форму», пишет Солженицыну Шаламов. Сам автор относил свое произведение к жанру рассказа. Жанровое обозначение «Повесть» появилось по предложению Твардовского, который хотел придать рассказу больше весу. Повесть полностью соответствует основному эстетическому требованию Солженицына выражать правду жизни во всей ее полноте. Авторский замысел родился в 1952 году в Экибастузском особлаге. «Просто был такой лагерный день, тяжелая работа. Я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир одним днем. Достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра до вечера, и будет все». Первоначальное название рассказа «Щ 854». Твардовский скажет «Описан один день, но о тюрьме сказано все». В своем произведении Солженицын воссоздает подробности лагерного быта. «Мы видим, что и как едят заключенные, что курят, где достают это, как спят, во что одеваются, где работают, как говорят между собой и как с начальством, что думают о воле, чего сильнее всего боятся и на что надеются». По признанию автора, образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с ним в советско-германскую войну и никогда не сидевшего. Общего опыта пленников и личного опыта автора в особом лагере. Остальные лица – все из лагерной жизни, с их подлинными биографиями. Рассказывая о лагере и о лагерниках, Солженицын пишет не о том, как там страдали, а о том, как удавалось выжить, сохранив себя как людей. Шухову навсегда запомнились слова первого его бригадира, старого лагерного волка Куземина. «В лагере вот кто погибает, кто миски лижет, кто на санчасть надеется, да кто в кум уходит стучать». В произведении есть лица, о которых автор рассказывает с большой симпатией. Это бригадир Тюрин, Шухов, латыш Кельдигис, Сенька Клевшин. Писатель выделяет еще одного героя, не названного по имени. Всего полстраницы занимает рассказ о высоком молчаливом старике. Лицо его вымотано было, но не до слабости фитиля инвалида, а до камня тесанного темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпало ему за все годы отсиживаться придурком. Придурки – лагерные аристократы, лакеи, дневальные по бараку, десятник дэр, наблюдатель Шкуропатенко. Судьбы героев повести убеждают, что историю тоталитаризма Солженицын вел не с 1937 года, а с первых послеоктябрьских лет. Об этом говорят лагерные сроки заключенных. Безымянный высокий молчаливый старик сидит с первых советских лет. Первый бригадир Шухова Куземин был арестован в год Великого перелома, а последний – Тюрин, в 1933, в год победы колхозного строя. Наградой за мужество в немецком плену стал десятилетний срок для Сеньки Клевшина. Думая о них, Солженицын начал работу над главной своей книгой Архипелаг ГУЛАГ.